В библиотеке имени Бориса Ручьева прошел медиачаст «Не верю», посвященный 160-му юбилею Константина Станиславского. Для гостей провели лекцию о жизни и творчестве режиссера, а также рассказали историю становления русского театра. Как прошло мероприятие, расскажет Вероника Лысакова. О нем спорили, его критиковали и недолюбливали консервативные режиссеры. Константин Станиславский – реформатор театрального искусства. Именно он стал автором знаменитой фразы «Не верю», которую так боялись услышать артисты. Это одна из самых известных фраз, которая стала популярна в кинематографе, в актерской среде, именно после того, как Станиславский стал употреблять ее в качестве приема. Мероприятие организовано в рамках проекта «Культурное поколение». Его разработала администрация Магнитогорска в 2021 году для школьников и студентов. В течение года им предлагают посетить культурные учреждения города во внеурочное время. И это абсолютно бесплатно. Суть проекта заключается в том, чтобы культурные учреждения города посещали школы нашего замечательного города. И это не только библиотеки, естественно, это и театры. И получается, что мы можем предложить нашим пользователям, не назову их читателями, потому что это пользователи, которые приходят конкретно на мероприятия, мы можем предложить им различные культурно-просветительские мероприятия. Приглашенным гостем на мероприятие стала актриса театра Пушкина Лариса Звездина. Она рассказала ребятам о знаменитой теории сценического искусства системе Станиславского. Актриса уверена, люди сами того не понимая, используют ее в реальной жизни, несмотря на то, что эта система – фундамент русской театральной школы. Весь тот богатый арсенал, которым обладает вообще театральное творчество, актерское мастерство, люди уже сами того, может, иногда и не понимая, применяют в жизни. Мы действительно, вот смотрите, мы играем социальные роли. То мы мать, то мы жена, то мы сестра, брат. Мы разными профессиями обладаем вообще все люди, которые живут на земле. У кого-то что-то случилось, какая-то тоже социальная роль своя пошла. Поэтому вот она, собственно говоря, и работает система Станиславского. Мы все что-то переживаем внутри себя. И, естественно, это отражается во внешнем мире. Главное, что хотели сказать организаторы студентам – на сцене нужно не играть, а жить. Актер сам должен верить в то, что он делает, и тогда ему поверят зрители. Вероника Лысакова, Михаил Долиза, информационная служба медиагруппы «Знак».